без 5 11 утра дня с вами юрьевич салют всем вот по приходе на место я по малеху разгребаю свой приличных размеров рюкзак в общем набралось много чего в него самое главное что я вытащил испытать топливо за разведенная маслица цепное в общем я вытащил вот испытать пилу ключик сейчас ее достану сейчас выпью чаю потому что тяжеловасто по сугробам лес тут подустал и соберу быстренько и начну опробовать там видно ждут меня уже простите что руки трясутся дыхалка сбит там ждут меня коряги для пробы обкатка пилы будет аппарат собран цепь так может чуть-чуть перетянул рукой не идет да ладно сейчас ослаблю там дятел прилетел и надо будет заправить ее сейчас заправим их бой костер уже готов но костер пока не жгу потому что бензин все такое безопасность в общем переоделся в робу надо еще очки ну работаем пока греется ну хуксварна из хуксварна запустилась пол пинка я немножко подурковал со второго раза ну как бы сухой карбюратор пока масло зашло туда так, где мои наушники сейчас ее погрею масло сварится не должно быть сейчас пробуемся поставлю прям по этому бревну расстояние есть всякие другие побольше так пилец суперс в общем пикамотки снизу просто пойду я сейчас вон туда вон к тем буракам единственное мне не на что ее ложить сухое что-то я вот хотел взять чтобы снегу она не лежала горячая вот с этим моментом я что-то не подумал ну как бы можно обкатывать погрел ее чуть-чуть и хотел я что-то взять еще пакет какой-то было же у меня два пакета ну сейчас придумаю чтобы просто не попадал на нее так пошел я искать место где мне притулиться тут еще проблема что надо тропу пробить ну можно вот начать вот с этого потому что проблему еще снять надо я не вижу а снимает потому что тут целая целая как говорится художественная составляющая должна быть целая проблема снять красиво так так Закрыли. 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 мне в рот ну шикарный спил я небольшой специалист по пилению пилю первый раз в жизни поэтому как-то не досуг не было именно у меня дружба 2 в основном вот такой ровный спил ну во всяком случае главная цель это преодоление заломов то есть примерно вот такие вот заломы и прочие дела я думаю с этой задачи она будет великолепно справляться сплавах ну и плюс сада огородные какое дерево это вот смыто все но я просто боюсь зацепить камни поэтому вот сучок распилив пока на сидушки там на всякие дровушки а потом уже что-то более интересное так но сейчас в планах еще вот он то он верхотину сушняк спилить но я наверно показывать не буду понты закончились в общем лучше показать готовый результат серьезно так настроиться на поработать вонючим рычанием отравил немножко воздуха ну надо часик помучить двигатель чтобы он раскатался как говорится откатался что потом уже все было готово час еще он тут пенек от аккуратно от пилю чтобы было куда пилу мне ставить так пытаюсь я тут закрепить понимаешь 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 это не получается жарко стиле камера ушла в сторону сейчас вот место будущей драмы а вот и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вонючая малеха, надо было синтетику брать. Ну ладно, сэкономил Юрьевич денег. В общем, доволен аппаратом. Ощущение очень легко филиться. То есть запас мощности присутствует. Как бы не самые большие бревна, но для начала просто. Все как бы тормоза и прочее, все эффективно работает. То есть вот, натормозит. Газа нет. Все как бы это. То есть настроено, сразу видно, что она в заводе настроена хорошо. Несмотря на китайскую сборку, тем не менее, радует она. Ну, остальные бревна надо откапывать. Как бы, ну, сейчас в процессе. Сейчас у меня сделать костерок, сделать там бивочок из этих пеньков. С перекладин. И там у меня еще. Лопату я не взял. Поэтому. Не хватило мне планировать с кем-то пойти. Но все отказались. Я без лопатой. Там вот больше бревен не ма. Ну, только вот этот завал пилить. Раскапывать. Ну, подумаю сейчас. Я, честно говоря, запарился. Подустал. А бегать в майке в одной, весь потный уже. Как бы не это. Не сезон еще в майке и в плавках. Так что, рекомендую аппарат. Это Марк 120. За эти деньги, я думаю, достойный аппарат. Ну, кто имеет, тем вообще проблем нет. Просто у меня еще такого не было. Поэтому я вот рад, как ребенок новой игрушки. Мои дорогие зрители. Итоги работы вы видите. Полтора бака я на обкатку сделал. Ну, так, минут 30 она помолотила в холостую. И где-то с часик я, может не с часик, может минут 40 я развлекался. Ну, аккуратно, без фанатизма. То есть, не такие они, средние. То есть, если сравнить с шиной, то вот она шина, вот оно бревно. То есть, ну, сантиметров 15, 20, 18, где-то так 15. Такие бревна. То есть, я шибко не фанател, чтобы пилить. Ну, попробовал, выпилил досточку. То есть, больше не смог, потому что бревно надо закреплять. Играет опасно. То есть, я ее втыкал в снег, подпирал вот этими вот рогульками, чтобы она не ходила. Ну, досточка вот получилась вполне себе. Такая гладенькая. То есть, на предмет выпилить на биваке. Если приспособа иметь уголки какие-то, то пойдет. Не адвокат Егоров. Как бы мне нужно было вот чайник поставить и прочее. Там откапывать глубоко. Вот здесь еще попилил бревна. Вот сейчас покажу. Попилил именно ясень. Потому что он свежий. Он промерзший, конечно. Но он осенью смытый. Поэтому он шикарный. На спиле он мокрый. Это тоненький лежит. Ну, их два тут. А вот там вот поздоровее. Вернее, не два, это один. Просто он двумя... А, и тополь это был еще. Да, это тополь. Вот тоже сырой. Ну, как бы вот видно. Спил. То есть, оторвался, в общем, на всю катушку, как говорится. По части мелких палок вообще не вопрос. Сучки резать. Ну, по части крупных, как бы, при хорошем владении пилой, да, при оснастке и здоровье. Потому что все-таки тяжеловато. Надо нормальную поверхность, на которой работаешь. То есть, не рыхлый снег какой-то, который проваливается. Устойчиво все, чтобы техника безопасности была. Но, тем не менее, вот радует. То есть, куча дров, сидушек, лежанок, все, что угодно можно делать. Просто мне там лень было откапывать. Как бы, ну, в принципе, народ идти не хочет. Ни одному тут хватит вообще до весны. Тем более, весна завтра наступает. А сейчас чай со льда. Топор убрать. И топор я так и не поточил. Тоже, называется, собирался. Ну, суета, работа плюс. Пила тут у меня гвозди где-то. Надо гвозди, саморезы. Тоже, пристроить их к делу. Это я позже хотел сбить. Все это, как бы, уже в процессе обустройства. Судя по... Пар уже кипит. Да, кипит уже. Ну, у меня в термосе есть просто охота свеженького. В термосе у меня с ягодкой. Опять я, как всегда, одной рукой и снимаю цепочку. И снимаю чайник, и снимаю кино, про то, как я снимаю чайник. Сейчас надо разобрать пилу, пока она... Так, сейчас... Вроде кипит. Да, закипел он. Да, прямая готовность. Все. Пошли заварку искать. Жарю мясо под названием большая американская котлета стейк. Ну, деланная на две части уже. Развороченная. Потому что она очень большая, что тут зелень от нее. Лучок. Это вот тряпка промасленная догорает. Ну, что я хочу сказать про пилу. Все в ней хорошо, но... Вот чистить ее я замучился. То есть сейчас есть в ней столько выгреб стружки. Причем стружка мокрая, промасленная. Это, конечно, просто финиш. Все в ней хорошо. Ну, может, так и должно быть. А расход масла, в принципе, в норме. Даже у меня, по-моему, чуть меньше. Потому что я полтора бака заправил. Ну, не полтора, где-то. Бак и еще где-то процентов 20. И у меня ушла... Одна заправка масла ушла. То есть как бы масло осталось. Ну, вот это я ее протирал. Короче, нужна щеточка. Потому что стружки, ну, немерено. Это я выгреб. Но самое что классное, стружка. Забита вся пила, но со стороны ручки. И на мне, в общем, на мне вот тоже масло видно. Ну, в целом, отработала она шикарно. То есть двигатель тоже чистый. Надо стоить. Ну, с той стороны я, конечно, смотреть сейчас не буду. Не завтра. Но мне главное, чтобы ее... Просто, чтобы она была сухая. Не писалась маслом. Чтобы я ее просто дотащил на себя в рюкзаке. Не оказавшись промасленным. В общем, вот такие дела. Два с копейками. О, носятся снегоходники. Вовремя я успел. Причем, норовит он, конечно, улететь куда-нибудь. Все. Бивак помаленьку свой обустроил. Если это не смоет, конечно. Есть вероятность, что это может смыть. Ну, ладно. Тут уже, как говорится, судьбу не обманешь. Вот вам тест пилы, да. Ну, тестом это не назовешь так. Первое включение. Абсолютно чайника неграмотного, да. Который чисто теоретик. Который раньше только этими работами руководил. Со стороны. Ну, любая работа важна. Делается, когда она делается по технологии безопасно. Тогда она делается хорошо. Поэтому я, в принципе, машинку эту вот так, с первого знакомства рекомендую. Я думал, будет сложнее с ней общаться. То есть, просто, можно сказать, свою долю фана я получил от общения с Хукс Варной. То есть, хотелось мне что-нибудь напилить. Прямо вот, что-нибудь разломать, короче. Прямо руки чешутся. Поэтому, вот, 29-го числа, февраля, раз 4 года, можно так повеселиться. Дать волю разрушению, что ли. Да еще вооружившись такой машиной. Ну, и разрушение во благо, как ни крути, потому что. Потом это все пригодится. Все навыки в путешествиях и вообще. На даче где-нибудь строительстве. Так что, пока. Причем, китайская это пила, да. Но пока, как бы, вероятность есть, кто там обдумывает. Я очень много думал, чего выбрать. Но в итоге, вот, на 120-ке остановился. 11-600 она у нас стоила. Без запасной цепи. Морковник второй. То есть, аналог 200 какой-то. 235-й, снятый с производства. То есть, в принципе, я думаю, в лодке с ней проблем не будет. Еще бы была бы у нее ручка съемная. Вообще бы было для компактности. Вот единственный момент, который, хотя можно постараться. Не продумали, да. Раз, два, в общем-то, три самореза и все. Ну, ладно. Пока так, пока. Попробуем ее без ручки. Транспортировать. Ой, то есть, с ручкой транспортировать. Пора мясо снимать. Все. Всем, кто смотрел мой канал. Сегодня спасибо. Тут у меня цепочка упакована. С вами был Юрич. Дальний Восток. Последний день зимы. Не болейте. Будьте позитивны. Всем удачи. Я рано с вами попрощался. Ну, как же. Этот запах непередаваемый. Какое мясо, а? Пока что видео не может передавать запах. Поэтому. Закройте глаза и представьте. Или откройте глаза и представьте. Действительно, один раз в четыре года отпраздновать надо. Нормально пожарилось. Вторая котлета это домой уже. Две я не слопаю. Две для меня слишком много будет. Я просто лягу тогда в сугроб и никуда не пойду после двух. Поэтому. Ограничусь одной. Ой. Ну все. Сейчас руки будут в соке. Поэтому. Режем. И вот тут вот я и выключу. На самом вкусном месте, ребят. Всем спасибо. Кто досмотрел до конца. Посуши чуть-чуть, ботинки мокрые. Конфетки и сухарики. Сушить дрова и вытапливать. Из них вот. Из них вот. Так. Маринку собираем. Хотел расколоть курку одну. Маринку. Тупил топором, который раз, ух ты, тут два. Да, вот не радуется парище это, пластиковая, даже никакого намека на то, что колодца начал, ууу, как плохо-то, поехал. Мал по малу, ну вот, настолько высохшая, в воде еще вымоченная, то есть дубленая древесина, обычная ива. Не всегда я прихожу с топором сюда, а с бензопилой вообще в первый раз. Не работайте сидя, не повторяйте то, что я сейчас делаю. Ай, работайте вот на топором, а не тупые. Ну ладно, все, для растопки сделать что хотите. При этом топалка сучковатая. О, сейчас сучок я разломал, она лучше колется. Все, прячем топор. Ай, питание отошло. За мой негламурный ветвь, извините, но именно такой я есть, настоящий. Ай, нос надо высмаркать. Сейчас закрою, аккуратно его. Упакуем, чтобы он не наделал лишних дырок в рюкзаке и во мне, в моей спине. И чтобы не промок. Это я снег протер, но ну, чем черт не шутит. Все, точить его надо. Спасибо.